И я могу сказать вам сейчас, Мир в Израиле будет только когда придет Иешуа. Мессия. И Он грядет. Но замечательная новость в том, что мы можем узнать Его, мы можем узнать Его и познать Его сейчас. Потому что эта женщина, которая отрекала Иешуа и остановила Его, когда Он шел, чтобы исцелить эту девочку. Она сказала, я не знаю Его. Я не могу поговорить с Ним. Но если я только прикоснусь к краю Его одежды, я буду исцелена. И она прикоснулась к Нему. И она была исцелена. Две вещи произошли. Во-первых, Иешуа сказал, я знаю, что кто-то прикоснулся ко Мне. И все религиозные последователи, которые шли за Ним, они сказали, ну посмотри, здесь целая толпа. Практически такая, как та, которая окружала Обаму. Посмотри на толпу. Откуда ты знаешь, что кто-то прикоснулся к Тебе? Он сказал, потому что я ощутил силу, которая отошла от меня. Кто-то прикоснулся ко мне. Кто-то прикоснулся ко мне с верой. Не как кто-то прикоснулся, как будто поцеловать руку. Не так, как люди прикасаются, о, дай мне свой автограф. Вы, кстати, получили автограф Обамы? Нет, не такое было прикосновение. Эта женщина прикоснулась к Нему верой, признавая, что только Иешуа только Иешуа может исцелить ее и избавить ее. И вы знаете, что Он сказал? Когда Он повернулся, чтобы посмотреть, кто прикоснулся ко мне, Он сказал ей, радуйся, дочь. Дочь, перестань быть такой печальной, дочь. Перестань быть такой одинокой. Радуйся. Вера твоя Вера твоя исцелила тебя. Одно прикосновение и чудо произошло. Одно прикосновение, и она была исцелена. И я говорю на основании опыта. Почему? Какое одно из самых неприятных заболеваний, которым можно заболеть сегодня? Рак. Это одно из худших заболеваний. У меня жена брата болела раком. У меня был рак. У меня дважды был рак. Скорее после того, как я приехал в Израиль в первый раз. И я приехал в Израиль впервые в 1961 году, до того, как вы большинство родились. И на самом деле, когда я смотрю на вас, я вижу, насколько вы все молоды здесь. Особенно женщины. Но вы видите, что произошло. Я впервые приехал в Израиль в 1961 году. И три года спустя у меня обнаружили рак горла. И что я делал? Я поехал к врачам. Они сказали, у тебя рак горла. Мы вырежем тебе голосовые связки, и ты лишишься голоса. Я сказал, нет. Я не соглашусь на операцию. Почему? Я сказал, я знаю Иешуа. Мне обнаружили рак горла. И по-человечески, я должен был лишиться голоса. Но я сказал, я знаю Иешуа. Я никогда не видел его. Я никогда не видел Иешуа. Но как вот эта женщина. Я сказал, если я прикоснусь к нему, если я попрошу его, он исцелит меня. И я прикоснулся к нему. И он исцелил меня. И я скажу вам, что у меня голос получше, чем у вас. Почему? Потому что он прикоснулся ко мне. И восемь лет тому назад я был в Украине. Здесь есть кто-нибудь из Украины? О, спасибо. Привет вам. Когда я был в Украине, восемь лет тому назад, мне поставили диагноз рак легкого. И сколько живут с раком легких? Если делают операцию, если проводят химиотерапию, то средняя продолжительность жизни, максимум даже, это пять лет. Мне не делали операцию. Мне не делали химиотерапию. Я был слишком занят для этого. Я был в Украине. Я был в России. У меня не было времени на врачей. И что произошло? Я обратился к Иешуа. И он прикоснулся ко мне. И он исцелил меня. И у меня легкие лучше, чем у вас. Вы видите реальность? Вы видите реальность? Вы видите реальность? Вот поэтому эта женщина прикоснулась к нему. Она знала то, что знаю я. И я знал то, что знает она. Если прикоснешься к Иешуа, Он исцелит тебя. И я доказательство. Я должен был умереть годы тому назад. Но я жив. Благодаря Иешуа. И что его имя по-прежнему означает? Спасение. Избавление. Свобода. И нечто большее. До того, как это чудо произошло, Иешуа разговаривал с людьми, подобными вам. Он разговаривал с евреями. Не с англичанами, как я. Нет. Он общался с евреями. Здесь, в Израиле. И вот что он сказал. Он сказал, что хорошая еврейская жена знает эту правду. Нельзя пришивать новую заплатку к старой одежде. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Нужна новая одежда. И новые мехи. И если тебе нужна силу Иешуа в твоей жизни, Он хочет дать тебе новую жизнь. Понимаешь? Понимаешь? И когда я пришел к Иешуа, Он дал мне новую жизнь. И я скажу больше вам, я никогда не умру. Я никогда не умру. Потому что обетование вашего еврейского Писания в том, что если ты примешь Иешуа, ты получишь рождение заново. И ты станешь новым. Об этом говорится в вашем еврейском Писании. Что старое пройдет. И в нем будет все новое. И когда эта женщина прикоснулась к Нему, когда она прикоснулась к Иешуа, то здесь говорится, Он сказал ей, Вера твоя исцелила тебя. Твоя вера дала тебе новую жизнь. И с того самого момента она получила полное избавление. Она больше не обращалась к своим старым путям. Потому что она обрела новую жизнь. Новую жизнь. И Иешуа. И когда Он сказал, Вера твоя исцелила тебя, Он сказал, Больше здесь. Она не только получила исцеление от этого кровотечения, но она стала совершенно новой женщиной. И как это произошло? По вере. Она поверила. Она услышала об Иешуа. Она пришла. Она нашла Его. Она прикоснулась к Нему. И чудо произошло. И вы знаете, доказательство это так сильно. Я могу доказать вам, что Иешуа жив сегодня. Это очень просто. Одно из доказательств, вот что. Я никого не могу исцелять. Я не врач. У меня нет лекарств. У меня нет исцеляющих рук. Мои руки бывают такими же грязными, как и ваши. Но я знаю Иешуа. И если мы обратимся к Иешуа сегодня, с силой Его имени, ты получишь исцеление. И я скажу вам, мертвые не могут исцелять. Извините, но мертвые не могут исцелять. Если чудо произойдет, то этот человек должен быть жив. И доказательство того, что Иешуа жив в том, что Он исцелит твою болезнь сегодня. И если Он жив, и yet He's written of 2000 years ago, И о Нем написано было 2000 лет тому назад. In fact, He was written about in your Jewish scripture 3000 years ago. And He appeared 2000 years ago. И Он явился 2000 лет тому назад. Но благодаря тому, что Он Сын Божий, Он жив сегодня. И именно Он грядет. И я вам скажу что-то очень интересное. Он явился 2000 лет тому назад. В Израиле. Почему? Для того, чтобы увидеть вас. Чтобы видеть ваши грехи. Чтобы видеть вашу жизнь. Чтобы Он мог избавить вас. Чтобы однажды Он исполнил все обетования. И вернулся. И тогда Иерусалим будет столицей мира. Вы знаете об этом? И правительство мира. Ваш порог Исаия. Ваш порог Исаия. Что он сказал? Он говорил о Мессии. Что правительство, владычество. Обама может быть президентом Америки. Но он не президент Израиля. Ни из Западного берега. Ни из Газы. Ни из Британии. Обама не британец. Обама, он не британец. Но я скажу вам. Что в вашем еврейском писании говорится. Что Иешуа. Будет президентом мира. И он будет править миром. Из Иерусалима. И тогда больше не будет войн. Да, я хочу, чтобы он пришел сегодня. Как только Обама у ей, давайте попросим, чтобы Иешуа пришел. Скажите, goodbye, Обама. И приветствуем Иешуа. Но Его можно познать сегодня вечером. Я хочу, чтобы ты прикоснулся к Нему. Я хочу, чтобы ты получил полное обновление и исцеление. Я хочу, чтобы ты обрел новую жизнь. И позвольте помолиться за вас сейчас. Не надо вставать, просто сидите. Небесный Отец. Ты мой Отец. Ты Отец для всех этих людей. Ты отдал Иешуа в этот мир. Для того, чтобы исцелить больных. Открыть глаза слепым. Воскресить мертвых. Чтобы Он мог исцелять нас сегодня. О Бог, наш Отец. Я прошу, чтобы ты открываешь сердце и глаза этих людей. Чтобы они могли бы узнать, что Иешуа жив. Чтобы они узнали, что Иешуа жив. И если мы прикоснемся к Нему верой, мы будем исцелены. И каждый грех будет прощен. И мы будем рождены снова. И обретем новую жизнь. И все, что нам нужно сделать, это прикоснуться к Нему. И прикоснуться к Нему по вере. О Боже, дай нам веру. Сделать это сейчас. Во имя Иешуа. Аминь. Я хочу помолиться вместе с вами. И если вы хотите найти этого Иешуа. Если вы хотите достигнуть Его. Если вы хотите, чтобы Он изменил вашу жизнь. То я хочу молиться с вами. Я хочу молиться вместе с вами. Если вы хотите, чтобы я молился. То я попрошу вас, пожалуйста, встаньте. Если вы хотите, чтобы я молился с вами. Да, пожалуйста, просто встаньте. Отец Небесный, я благодарю Тебя за этих людей. Я благодарю Тебя за то, что Ты не только Бог. Ты наш Отец. И Ты отдал Своего Сына, Иешуа. Чтобы избавить нас от наших грехов. От наших болезней. И слить нашу болезнь. И дать нам новую жизнь. И дать нам новую жизнь. И, Отец, мы молимся во имя Иешуа. Чтобы Ты дал нам новую жизнь. Чтобы то, что мы получим от Тебя сейчас. Не вложилось в старую жизнь. Но дай нам новую жизнь. Новую одежду. Не заштопанную и в заплатку вверху. Но новую. И, Отец Небесный. Мы хотим отбросить старое. И обрести новую жизнь. И по вере. Мы простираем наши руки, чтобы прикоснуться к Тебе. И я попрошу вас произнести слова этой молитвы вслух вместе со мной. Скажите эту молитву вслух громко вместе со мной. О, Бог мой Отец. Я знаю, что Ты мой Отец. И Ты любишь меня так сильно. Ты отдал Иешуа. Чтобы спасти меня. Чтобы освободить меня. Чтобы исцелить мою болезнь. Чтобы простить мои грехи. Коснись моей жизни. Прости мои грехи. Я хочу выбросить старую жизнь. Я хочу обрести новую одежду. Не в заплатках старую. Дай мне новую жизнь. Это обитание моего Стрима. Простывание моего Писания. И по вере. Я простираюсь к Тебе. Иешуа. Я никогда не видел Тебя. Но я верю в Тебя. И по вере я прикасаюсь к Тебе. Сделай меня новым. Сейчас. Сейчас. Иешуа. Войди в мою жизнь. Как Ты прикоснулся к этой женщине. Коснись меня. Как Ты воскресил эту девочку из мертвых. Дай мне новую жизнь. Спасибо. О Бог Израиле. О Бог Израиле. Спасибо за Твое обетование. Спасибо за Твое спасение. Во имя Иешуа. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Я обещал Вам, что Он исцелит Вас. Поэтому, если Ты хочешь обрести чудо исцеления, то я попрошу Тебя встать. Потому что я буду молиться конкретно за Вас. Если Ты нуждаешься в чуде исцеления, пожалуйста, стань, чтобы я знал. Спасибо. Я буду молиться. И я попрошу Вас также молиться. О Бог Отец. О Бог Отец. Ты наш Отец. И во имя Иешуа. Я прошу Тебя о чуде. Когда эти люди обращаются к Тебе по вере. Ты коснешься их жизни. Ты исцелишь всякую болезнь. Иешуа, я знаю, кто Ты. Я знаю, кто Ты. Ты меня дважды исцелила от рака. И исцели этих людей сейчас. Дай им веру. Что чудо произойдет. Во имя Иешуа. Аминь. 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 Я попрошу тебя сделать это. Возложи руки туда, где твоя болезнь. Или если кто-то с вами рядом может возложить руки на тебя. Если это твоя спина. Или ноги. Сердце. Глаза. И я попрошу тебя вслух произнести эту молитву громко. Скажи так, Иешуа. Ты Сын Божий. Мое Писание говорит. Ты мой целитель. Я простираюсь к тебе верой. Две тысячи лет тому назад. Ты исцелил женщину. Исцели меня. Ты исцелил Дэвида. Ты имеешь силу. Чтобы исцелить меня сейчас. И потому что я прикасаюсь к тебе по вере. Исцели меня сейчас. Спасибо, Иешуа. Аминь. Многие из этих программах, потому что у нас есть лимит на время, мы только показываем частью. But I want to tell you that if you go onto our website on the internet, you can see the whole message, the whole thing from start to finish, because we have no time limit there, and you can view it at your own time, any time, 24 hours a day. So I want to welcome you to watch the internet and watch these programs in full. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. I want to talk to you about one of my books, and it's called God is Your Father and You are His. You know, the important thing in our life is relationships, and I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way He could really explain the relationship that you and I can have with God is He's not just God. He's Father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important, I want to send this booklet to you, and if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us, and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your Father, and I want Him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. God is your Father, and I want Him to become yours.